На Сочинском экономическом форуме глава Чувашии провел целый ряд переговоров с потенциальными инвесторами и послами зарубежных стран. О первых результатах рабочих встреч сюжет Дмитрия Ковалева. Медиацентр Олимпийского парка в дни Сочинского инвестфорума принял более 4000 гостей. Для глав регионов это возможность прежде всего наладить новые личные контакты. У Чувашской делегации десятки рабочих встреч. Деловые переговоры с президентом республики Татарстан, губернаторами Башкирии, Тывы, Ингушетии, Тульской и Томской областей. Совместные планы Михаил Игнатьев обсудил с предпринимателями, финансистами и представителями банковского сообщества. Конечно, дальше нужно мероприятие разрабатывать, закреплять ответственных должностных лиц для того, чтобы получить результат. Касаясь банковской сферы, отдельные заемщики у нас закредитованы. Удалось уже предварительно договориться, как проводить реструктуризацию накопившихся долгов. Касаясь предпринимательского сообщества, подписали с руководителями энергомодуля. Он кладывает свои инвестиции, 500 миллионов рублей, в экономику Чувашской республики. В республике налаживают и деловые контакты с Бахрейном. Чрезвычайный и полномочный посол страны Ахмед Аль Саати отметил, что готов в ближайшее время приехать в Чувашию с рабочим визитом. Толчок к двусторонним связям намерены дать и в республике Руанда. В направлении образования, потому что, как вы знаете, образование – это база развития каждой страны. И поэтому с Чувашей мы в этом направлении сотрудничество. Наши студенты довольны, и мы довольны их образованием. Партнерские связи у республики развиваются и с инвесторами из Берлина. Сейчас в Канаше работает немецкий завод по выпуску соусов, но могут быть реализованы и другие проекты. У них по объемам поднимается, и они эту продукцию, кроме Москвы, видят дальше на экспорт. Качественная продукция. Большие, очень хорошие показатели в регионе Чувашей выросли. И поздравляю вас очень раз. Не забыл об этом, об этих разговорах, проекте, об этой идее. И он готов это сделать, специальный вечер, сделать отдельное соединение немецкой и австрийской экономики. На первый план выходят и вопросы экспорта продукции в другие страны. О выходе на внешние рынки говорили участники делового завтрака Минцельхоза. За последние годы поставки за рубеж увеличились в семь раз. В федеральном ведомстве отмечают, что агропромышленный комплекс продолжит наращивать свой потенциал. Укрепить позиции на рынке и решить вопросы продовольственной безопасности помогут новые меры господдержки отрасли. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика и Сочи.